Я лично эмоционально нахожусь на стороне армян. Для меня Армения, как христианская страна, конечно, для меня это важно. Что касается турок, послушайте мои эфиры ежедневные на радио и везде. Я по поводу Турции не имею никаких иллюзий. Абсолютно никаких иллюзий. И я считаю, что все разговоры про какой-то союз с Турцией, это все от лукавого. Это все вещи, которые являются временными и в значительной степени мы ставимся в зависимости. Но с другой стороны, я должен сказать, что нынешняя ситуация является в том числе и результатом абсолютно безответственной авантюрной политики армянских властей на протяжении 30 лет. Разных, не только Пашинян, но и вообще всех. Являются результатом какой-то безграничной самоуверенности в своих силах. Результатом каких-то заигрываний и непонятных веляний со стороны армянских властей самого разного периода. Вот, собственно, и все. А еще, если сказать честно, да, когда говорят, ну как нам все это сделать, так сказать, как бы нам все это дело, так сказать, вот вернуть и прочее, прочее. Друзья мои, ничего бы этого не было, если бы не распалась одна большая страна. Вот, а надо сказать, что националисты всех мастей, включая и армянских, и азербайджанских, приложили к этому распаду руку. Вот, и армянских в том числе, что разве это не так? Это, конечно, так, и все это прекрасно знают. Вот, и вообще, на мой взгляд, я начал с этого, да, одна из главных причин всех происходящих конфликтов. Это национализм. Узкий этнический национализм, как бы, да, вот этих, ну, как бы титульных этносов бывшего, бывших, так сказать, советских республик на территории бывшего Советского Союза. Что касается внешней политики России, то, ну, я один из самых ее, так сказать, жестких критиков по поводу постсоветского пространства. Да, считаю, что у нас, ну, первые лет 10, наверное, 15 вообще никакой внешней политики не было. Вот, там, при Ельцине это вообще было полное отсутствие понимания того, что такое российские интересы. В дальнейшем, как бы, да, довольно много было ситуативных вещей, да, надежды на деньги, по большому счету, да, на то, что бабло побеждает зло. Это была большая ошибка серьезная. У меня всякое сомнение, ситуация на Украине 2014 года, это был откровенный провал вот такого подхода. Вот, я по этому поводу, не знаю, не знаю, уже, так сказать, все зубы стерши, называется, рассказывая об этом все эти годы, как бы, поэтому нас тут убеждать не надо. Вот, но надо сказать, что буквально до самого недавнего времени армянская сторона вот так вот не говорила. Она заявляла примерно то же самое, но с гораздо большей, с гораздо большей уверенностью в себе. Вот, я, так сказать, немножко знаю под оплеку всего того, что происходило. Надо сказать, что армянская сторона получала достаточной информации о том, что вот подобные события готовятся, в том числе с российской стороны. Ну, а конкретно, так сказать, конкретно премьер-министр Пашиняна и его команда эти, эту информацию почему-то игнорировала. Я не знаю почему. Да, и почему-то надеялась еще на что-то, я не знаю, каких-то западных друзей или еще на кого-то, мне трудно сказать, да. Поэтому, совершенно не снимая ответственности с вот этих десятилетий, десятилетий отсутствия внешней политики у России, но все-таки надо и заметить ту черту, которую я описал в самом начале. Куда не приедешь, в какую из этих мест, в Грузию, Армению, Азербайджан, там, Казахстан, там, Молдавию, Украину. Вот о чем их не спроси, они не виноваты ни в чем, как бы, Россия виновата во всем. Ближайший сосед плюс Россия. Это такой имперский комплекс наоборот. Знаете, нас вот часто обвиняют в имперских комплексах. Вот вы, мол, хотите восстановить там что-то. Если бы мы еще хотели восстановить, было бы очень неплохо, да. Но на самом деле такой имперский комплекс наоборот. Когда они говорят, когда мы говорим, нам надо от вас что-то, нам говорят, э, так сказать, вы забыли, что мы независимые теперь, да. А когда им надо что-то от нас, да, все, тут же они вспоминают про то, что Россия, она должна, она там старший брат и прочее, прочее. Всю ситуацию с Альянсом Турции и Азербайджана мы прекрасно видим, понимаем. Для меня лично, как бы, да, это является, так сказать, достаточно опасным. И, я думаю, губительным для Азербайджана, в первую очередь, тенденцией. Потому что Турция просто сожрет Азербайджан с потрохами, вот и все. И ничего от него не останется. Вот, и все эти претензии азербайджанцев на то, что, так сказать, они будут иметь какой-то вес, если дело пойдет вот таким же, в таком же темпе, да, они будут, они испарятся. Это пока еще Ильхам Алиев, там, у власти, там, то есть еще пятьдесят. А если про турецкое лобби будет, и сама Турция будет так вот активно действовать в Азербайджане, то после Ильхама Алиева, я думаю, что независимого президента в Азербайджане не будет. Будет, ну, не знаю, генерал-губернатор, так сказать, из Анкары, или еще что-то. Ну, это тоже, как бы, это факт. Я, честно говоря, вот такие, так сказать, все эти гневные всякие такие вот эти, значит, филиппики, там, всевозможные там эти реплики получаю, как бы, и из Баку, и из Еревана. Буквально вот сегодня утром-то меня пытались, значит, как-то настойчиво, настойчиво, так сказать, достучаться корреспондент Азербайджана, чтобы я прокомментировал им безответственную политику Армении. Я просто, ну, как бы, умышленно не даю комментариев, потому что, да, действительно, в свое время я довольно много в Азербайджане бывал, у меня был такой институт Каспийского сотрудничества, я занимался Каспием, как бы, да, и бывал во всех странах, при Каспийских странах, так сказать, в Аране, в Туркменистане, как бы, в Казахстане, везде. В Азербайджане, само собой, да. Ну, вот сейчас, как бы, я уже этим направлением так вот напрямую не занимаюсь, но я вам говорю, что вот тут вот это вот стремление, стремление, так сказать, не увидеть собственные ошибки и все возложить на Россию, это тотальная болезнь всего посоветского пространства. При всем при том, что вот их спроси о чем-нибудь, да, таком другом, они скажут, что они вот самые независимые из всех независимых, какие только есть на свете, и вы, русские, об этом не забывайте. Вот, собственно, и все. Опять, что касается безопасности, но, что касается Армении, возможности что-то выбирать, там, вот, о том, что вот, когда они обращаются к американцам или европейцам, европейцы говорят, вы же там с России, это тоже лукавство. Если бы Америка или Европа могли бы что-то действительно серьезное предложить Армении, они бы давно предложили, а они ничего предложить-то не могут. Ничего не могут, и разрешение конфликта они не могли предложить, если бы могли бы, я вас уверяю, что никакая дружба с Россией, так сказать, тут бы не это самое, не помешало бы это сделать. И тот же самый Пашинян, вот, а разве не было, хочется спросить, а разве не было разговоров, когда Пашиняна привели к власти, что он пришел именно вот для того, чтобы, так сказать, вот этот вот сценарий реализовать. Но что касается равноудаленности российской власти в ходе выборов, я этого не заметил. Я знаю людей, которые там, в том числе, имели отношение к этому процессу, я не заметил, чтобы мы были совершенно равнодушны. Наоборот, значит, победа Пашиняна вызывала здесь в Москве очень серьезное недовольство. Другой вопрос, что, может быть, что делалось для этого, а что должно было делаться, что мы должны были, так сказать, установить, значит, власть, ну, некой марионетки, что ли, да, своей, как бы, да, в Армении. Ну, мы тут же получили бы, как бы, да, обвинение, ну, вот, примерно в том же, так сказать, только по другой теме. Я к тому, что, там, действительно, главная-то причина – это распад большой страны. Давайте вернем эту большую страну, так сказать, да. А разве вы все не приложили руку к распаду этой страны? А разве вы все не радовались этому распаду в свое время? А разве вы все не голосовали на своих референдумах? Разве вы не плясали там свои, так сказать, национальные танцы? Разве вы не вытесняли, значит, русских, там, так или немытьем-то катанем? Разве всего этого не было? Да, Армения члены ДКБ, член Еврозес, так сказать, да. Да, как бы, с Арменией особые отношения. Они не будут особыми впредь, я в этом абсолютно уверен, да. Сейчас, действительно, Армения проходит достаточно сложный этап. Оказаться в лучшем положении, если бы с премьер-министром Пашиняном, у премьер-министром Пашиняна, так сказать, была бы более ответственная позиция к этому вопросу. Что касается формальных процедур. Ну, не можем мы, вот они хотят так сказать, что, типа, ну, вы же видите, вы должны. Но если мы должны, почему вы-то не должны? Вот в чем вопрос. Почему вы-то не должны? Почему вы, например, до сих пор не признаете там независимости вот этой Нагорно-Карабахской республики? Почему вы не признавали это во время войны, когда она обострилась? Я не очень понимаю. Я слышал всякие разные объяснения. А вот там была вот такая, так сказать, были такие условия. А вот когда Минская группа там и все такое прочее. Ну, извините, война уже началась. Какая Минская группа, да? Вот, собственно, и все. Вы должны прийти и сделать. А я вас уверяю, что если бы мы, например, пришли бы и сделали, возможно, как бы, да, нашлись бы, так сказать, силы там, я уверен, там, те же, так сказать, сторонники Пшеника, которые бы сказали, что Россия ведет себя с нами как оккупант, агрессор и так далее. Что вы хотите сказать, что в Армении нет таких людей, что ли? Да более чем достаточно. Вот. Которые, так сказать, тоже считают, что мы вмешиваемся в их, там, эти самые дела и прочее, прочее. Да, в России в сложной ситуации находится. Да, у нас есть отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Да, для нас это важно. Мы не можем взять и вот и все, так сказать, бросить, да, и ни на что не глядеть. В свое время мы предлагали, так сказать, сторонам в Казани подписать соответствующее, так сказать, решение об урегулировании этого конфликта. Вот. И, так сказать, ну, решить все это мирным путем без гибели людей. Вот. Тогда это не получилось. В том числе, как бы, по вине азербайджанской стороны, Мамедьяров тогда был министром основных дел, как бы, да, и они стали выдвигать, значит, дополнительные условия и все, что с этим связано. Это так, но при всем при этом, да, как бы, надо и на какие-то свои действия глядеть, так сказать, достаточно критично. Опять же, сейчас, если существует действительно вторжение азербайджанских войск на территорию республики Армения, должно быть, должно быть по этому поводу официально, так сказать, значит, процедура обращения к УДКБ. А вот, ну, разве вы не видите, разве вы не видите, а разве вы не видите, так сказать, да, вот, собственно, и все. Вы хотите, чтобы мы увидели, как бы, а вы сделали вид, что вы этого не видите. Пусть ваши власти, которые вы выбирали, вы их выбирали, да, пусть они, значит, обратятся официально, значит, в УДКБ, и тогда эти вещи будут рассматриваться. Будет повод, кстати говоря, я не очень понимаю, почему бы этого действительно и не сделать. Если, если факты по вторжению азербайджанской армии на армянскую территорию действительно имеют место быть, почему бы этого не сделать? Поэтому вот это все, вот это все возмущение, как бы, с которым я сталкивался, так сказать, да, посещая практически все постсоветские республики, все чем-то недовольны. Опять же, Россия никому не помогает. Друзья мои, да многие из вас бы, так сказать, честно говоря, давно бы уже не выжили, если бы мы не помогали. Что Армения, что Азербайджан, что все, так сказать, да, остальные постсоветские республики. Мы просто не афишируем свою помощь так и не пиарим ее так, как это делают американцы. Американцы пришлют там два ящика старых презервативов, да, как бы, и сделают из этого, как бы, пиар-компанию. А Зеленский поддержит. Да, а Россия 30 лет, как бы, ну, спонсирует фактически экономики всех постсоветских республик, но это считается само собой, само собой, так сказать, разумеющимся. А разве мы не имеем на территории России огромные диаспоры из всех этих республик, которые здесь неплохо занимаются бизнесом и качают деньги туда? Разве это не так? Это так. Мы позволяем это делать. Кстати, я не уверен, что это правильно. Точнее, уверен, что это неправильно, да? Это не помощь, что ли, по-вашему? Это помощь. Это тоже помощь, только вы не хотите ее замечать. Вам кажется, что это должно быть все само собой, что это все само собой разумеется. Ну, конечно, пусть русский Ваня, так сказать, идиот, да, пусть он за его счет, так сказать, надо и жить, это вот нормальное дело, да? Ну, мы, я знаком с этой логикой, да, и еще раз говорю, это логика национализма, который стал идеологией во всех постсоветских республиках. И национализм это, в первую очередь, он русофобского плана. Вот, к сожалению, это так. Да, то есть идти к этим вещам, если уж вы хотите объективный взгляд на вещи, то он должен быть объективным со всех сторон. Вот, а если, что касается Армении, еще раз я говорю, так сказать, да, я лично эмоционально, скорее, так сказать, им симпатизирую, вот, в чем тоже меня обвиняют, в том числе, так сказать, и азербайджанские коллеги. Вот, хотя и у меня и там достаточно хороших знакомых, вот, и так далее, и так далее. Мне, например, совершенно не близко к, близкой идее союза с Турцией, я бы, может быть, более взвешенно относился, если бы я не увидел Турцию, которая никогда не была другом России, никогда им не будет. И все эти разговоры про какие-то, значит, эти самые российско-тюркские альянсы, все это бред. Вот, все это, так сказать, провалится абсолютно. Но при всем при этом надо быть объективным, да, и по отношению, по отношению к себе. Россия продолжает спонсировать все абсолютные экономики всех постсоветских республик. Прямо, косвенно, по-разному, через диаспору, напрямую, по-всякому. Другое дело, что не умеет или не хочет, это, ну, если хотите, так сказать, достаточно, так сказать, достаточно пиарить, что я считаю проблемой нашей внешней политики в том числе, да. Ну, а что касается, еще раз, Армении, я уверен, что особые отношения с ней сохранятся, они нужны России. Но я не вижу, например, так сказать, причин серьезных, почему бы вот Армении, армянским властям, тем, которые сейчас являются властями, действительно, не взять бы, не обратиться официально. Да, вот нам, так сказать, уважаемый политолог, хотя немножко и волнующийся, из Еревана, сказал, да мы обратимся, да мы обратимся. Когда обратитесь, тогда и будет разговор. Тогда все ваши, так сказать, вот такие вот возмущения будут иметь под собой юридическую почву. А так вы все хотите. Неужели Россия не видит? Да мало ли что мы видим, да. Мы много чего видим, вот. Но это не означает, что вот мы можем вот так вот взять, как бы, да, и, там, типа, мы увидели и поехали. Вот мы увидели, что у вас, например, поставили у власти, как бы, да, например, скажем, президента или, например, министра, который нам не нравится. Вот мы увидели это, мы что должны сделать дальше? По этой логике мы что там? Мы должны туда высадить полдесантников-то и отвернуть ему шею, правильно, нет? Нормально это было? Судя по тому, как повлиять. Да, мы же увидели это, вот мы увидели, вот мы увидели и хотим. Мы увидели и нам уже хочется. Это будет правильно воспринято любым обществом, как бы, любой постсоветской республики, да? Мы же увидели и нам захотелось. Американцы так, так сказать, и действуют часто. Это было бы правильно. Я вас уверяю, что нас тут же моментально бы назвали бы оккупантами, значит, и все, что с этим связано. Просто мы же помним, какие толпы ходили по Еревану в поддержку Пашиняна. Да, я это прекрасно, так сказать, помню. Вспомните, как вы, так сказать, уважаемые армяне, да, массово поддержали приход к власти Пашиняна. Массово. Разве этого не было? Было. Ну так и что вы хотите, так сказать, да? Ну к нему и предъявляйте претензии. Он проиграл эту войну. Он в значительной степени стал причиной вот такой недостаточно организованного сопротивления. Он стал причиной неграмотного правления. Он же подписал эти самые соглашения. Ну предъявите ему эти претензии. Вы же там грозились его там вынести вместе со стулом из дворца, как бы, вот, 10 стульев из дворца. Вынесли, нет? Опять, я уверен, что вот сейчас вот спроси, опять скажешь, да это все Россия. Россия не позволила его вынести. Это все из России. Это все Россия виновата. Ну а вы-то где в таком случае? Вот все вам России, так сказать, виновата. Что они, что не сделают, все России виновата. И азербайджанцам так же, и всем остальным точно так же. Ну вот и на польско-белорусской границе сейчас тоже опять Россия виновата. Да, и полякам Россия виновата, и всему миру России, американцам Россия виновата. Вот, знаете что, друзья мои, и все вот эти претензии тоже, как бы, я в первую очередь российский политолог. Я защищаю интересы Российской Федерации. Вот, я русский православный человек. А все остальное, как бы, да, знаете, давайте, давайте так. Хотите, хотите, значит, хотите того, чтобы мы вас защищали, хотите рецепт? Пусть Армения возьмет и скажет, мы воссоединяемся с Россией. Будет вам защита. Готовы к этому? Не готовы? Хотите, так сказать, это самое независимости? Значит, будете независимыми. Независимость – это тяжелое бремя. Это тяжелое бремя, ее надо уметь нести. А если вы готовы, так сказать, почему бы и нет? Готова, например, Грузия вернуться в состав России? Тогда мы, может быть, и абхазский вопрос с юго-осетинским решим. В составе России. Готовы? Не готовы? Тогда занимайтесь своей независимостью. Потому что независимость – это тяжело. Вы все радовались, когда союз распался, что вы теперь независимые и освободились от русских оккупантов? Радовались? Радовались. Радовались. И думали, да, что это легкое дело. А это не легкое дело. Это тяжелая работа. С кровью, с потом и все остальное. Вот такие дела. И Азербайджан сегодня, он уже не является независимой страной. Азербайджан сегодня не является независимой страной. Все. После того, что произошло в Карабахе, несколько месяцев назад Азербайджан больше независимой страной не является. Нравится ему или не нравится? Мое лично глубокое убеждение, что вообще на постсоветском пространстве нет ни одного более или менее состоявшегося государства. Вы все недоделанные в той или иной степени. Нравится вам, не нравится, обидно, не обидно. Вы все в разной степени оказались неготовыми к той независимости, которую вы с такой эйфорией приняли. Да, национализм у вас получился. Да, ваши местные элитки, так сказать, эту власть сожрали. Да, все это у вас получилось. А государство у вас не получилось. Не получилось. Александр Александрович, вот давайте перейдем к тому, что творится на белорусско-польской границе. Это касается всех. Это, чтобы, так сказать, тут... Я понимаю, что армяне будут обижаться за себя, азербайджан за себя. Это касается всех абсолютно постсоветских государств. И вот даже та же Прибалтика. Вот она ушла в Евросоюз. Что, у них государственность получилась? Они абсолютно не самостоятельны. Это все кукольное. Кукольное. Это все шапито такое, так сказать, передвижное. Которое тоже без патронов, без каких-то, значит, этих старших братьев обойтись не может. Не может.